В этом эпизоде Маргарита Гладкова, академический директор программы магистратуры, бизнес-аналитика и большие данные Питерской высшей школы менеджеров. Маргарита расскажет, как готовят аналитиков, продакт-менеджеров и консультантов, нужно ли продакт-менеджеру иметь инженерный бэкграунд и уметь писать код, зачем идти в магистратуру, а не обучаться самому на Курсере, на какие зарплаты могут претендовать выпускники программы бизнес-аналитики и как поступить на эту программу на бюджет. Поехали! Маргарита, расскажите, пожалуйста, кого готовят на программе МИБА? Какие позиции люди будут занимать? Какие зарплаты будут получать? Мы, как школа менеджмента, не можем претендовать на то, что мы вдруг начнем готовить программистов или серьезных математиков. Это, скорее, прерогатива технических факультетов. И поэтому мы подумали, посвящались с нашим большим количеством партнеров и поняли, что на самом деле есть еще запрос на другую позицию, на людей, которые на самом деле будут служить таким передаточным звеном, промежуточным. Такой как бы мост между бизнесом и технарами. Да-да-да, то есть это некий человек, который может грамотно поставить задачу, понять, что вообще говоря программисты и разработчики имеют в виду, ну и, соответственно, понять, как из этого извлечь ценность, какую стратегию будет иметь смысл предложить, например, для компании, для которой это делается. Кем они могут стать, какие позиции они могут занимать. Тут, на самом деле, тоже достаточно большой спектр. Соответственно, это аналитики, люди, которые непосредственно обрабатывают данные, но при этом могут их интерпретировать. Это продакт-менеджеры, например. Это руководители проектов, связанных, например, с data science. И, в принципе, это консультанты в области data science. Мне кажется, такие основные направления вот эти. Никакие зарплаты могут претендовать? Мне кажется, что минимальные зарплаты, минимальные, да, не могу сказать, но такие начальные, наверное, до 100 тысяч. Ну, а дальше, там, эти 300, 500, ну, что-то такое, я думаю. Ну, я имею в виду сразу после окончания. 300, 500, наверное, после окончания. Ну, наверное, максимум все равно. В любом случае, да, любая компания, она изначально... И интерес очень большой, на самом деле, к таким специалистам. Вот с кем я не говорила, на самом деле, действительно, интерес есть. Но я думаю, что в любом случае, там, на первых порах, на сильно высокие зарплаты не стоит претендовать. В общем, что-то до 100 тысяч максимум. То есть продакт-менеджер, да, например, или консультант, он будет примерно, там, до 100 тысяч начальной. А на продакт-менеджера можно попасть сразу после окончания? Ну, нет, вы получите, например, на джуна. Ну, или, на самом деле, если вы сможете все-таки доказать, что, да, вы обладаете, там, определенными навыками, знаниями определенных технологий или аналитических методов, и покажете, что у вас развиты в сильной степени софт-скиллы, то почему нет? Ну, сейчас мне кажется, что очень у многих компаний, на самом деле, разное понимание того, во-первых, что такое продакт-менеджер, да, и сейчас скорее, как я понимаю, компании выращивают сами продуктов из тех сотрудников, которые у них есть. Вот, и вот тут как раз появляется возможность для образовательных учреждений, например, подумать, как они могут тоже посодействовать. То есть, по сути, помочь студенту стать как раз вот этим ростком, который потом, из которой сделает потом продакт-менеджер уже в рамках самой компании. Угу, да. Расскажите, пожалуйста, чем программа отличается от других, например, в вышке, в БЛСИ я видел программу, ну, еще, наверное, в разных вузах. Да, действительно, сейчас очень многие вузы открывают новые программы, и здесь есть, наверное, два направления. Первое, и в большинстве случаев это именно такие программы, это программы, скорее, технические. То есть, даже бизнес-школы, они открывают программы по бигдата или в смежном каким-то направлении совместно, например, с факультетами, с техническими, других в этом же вузе, например. Вот, и это скорее все-таки программы, которые, ну, например, то, что говорите в ЛСИ, это программа все-таки, которая готовит дейта-сайенсистов. И есть программы, вот второе направление, это аналитики ближе к бизнесу. Да, ну, то есть, в принципе, смежная с тем, что у нас. Вот, у нас программа, она, соответственно, резолюется полностью на английском языке. У нас есть возможность у студентов поехать на включенное обучение, они проходят стажировки. Это тоже есть у некоторых вузов тоже, но может служить и конкурентным преимуществом в зависимости от программы. Ну, и, соответственно, мне кажется, что тоже таким, вот на данный момент я вижу важным конкурентным преимуществом то, что есть у нас, это, на самом деле, то, что у школы, в принципе, есть большая сеть корпоративных партнеров, с которыми мы активно сотрудничаем и привлекаем их к разным проектам. И, в принципе, в этой программе мы делаем упор именно на практику. В качестве дипломного исследования студенты будут делать не индивидуальные исследования, как это традиционно бывает, а будут делать групповой проект, консалтинговый проект для компаний-заказчиков, которые из разных индустрий, соответственно, мы им будем предлагать на выбор проект, который они смогут выполнить в командах. Вот, соответственно, это тоже будет уже в конце, когда они придут на работу, это будет уже неким опытом проектной работы. Но плюс в течение того, как они учатся, мы тоже стараемся их вовлекать в разные проекты с компаниями, которые у нас появляются. Например, в данный момент мы реализуем проект совместно с ВКонтакте. В нашей высшей школе менеджмента мы реализуем исследования. Это исследование глобального монитора предпринимательства, соответственно, сейчас больше, чем в 70 странах проводится. Ну и, соответственно, цель исследования – понять, насколько, вообще говоря, в стране люди склонны открывать свой бизнес и какие факторы на это влияют. Понятно, что сейчас мир меняется, и есть много достаточно бизнесов, которые не существуют, может быть, в реальной жизни, но они существуют в виртуальном мире, скажем так. То есть, например, ВКонтакте есть достаточно большое количество бизнес-сообществ, которые, собственно, всю свою деятельность реализуют именно там. И мы вот сейчас, например, делаем исследования, где мы смотрим на то, как ведут себя бизнес-сообщества, анализируя те сообщества, которые представлены ВКонтакте. И привлекаем к этому студентов. Мне кажется, это тоже очень интересно, потому что это вот то, что делает школа, это то, что интересно компании, и это практика для студентов действительно попробовать себя. Ну и в данном случае они выполняют роль все-таки больше аналитическую, то есть они пытаются применить те знания, которые они уже получили в первом семестре. То есть это знания, например, статистического анализа в питоне, машинного обучения. То есть в данном случае мы используем именно это. То есть, если я правильно понял, главное отличие – это ориентация на практику с компаниями-партнерами. Ну, мне кажется, да. Маргарита, скажите, пожалуйста, по поводу самообразования. Сейчас Data Science очень сильно популярна. Прошел пару специализаций на Курсере, поучаствовал в Кегле, и вот тебе готовый Data Scientist, иди устраивайся в компании. И многие люди так думают, а зачем мне тогда идти два года еще где-то учиться? Ну, вот расскажите, пожалуйста, зачем, как вы считаете, стоит пойти учиться? Ну, еще раз повторю, что мы, на самом деле, все-таки изначальную цель своим ставим, что мы не готовим в чистом виде Data Scientist, мы готовим скорее вот этот вот мостик, как вы сказали. То есть что важно для этого человека? Будь то Product Manager или Project Manager или консультант. На самом деле для этого человека будет очень важным, да, при устройстве на работу и, в принципе, в работе это наличие софт-скиллов. Ну, к сожалению, да, наверное, онлайн обучение, но не очень позволяет развить именно эти качества. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это основной минус, потому что у вас нету, на самом деле, как таковой групповой работы, взаимодействия с людьми. То есть, может быть, они и есть, да, в некоторых курсах действительно бывает, да, что-то такое. Но, на самом деле, вы больше все-таки сами с собой работаете. Ну, плюс все-таки скорее, если человек вписывается в двухгодичное образование выше, он чаще все-таки его заканчивает, нежели чем, если он начинает онлайн-курс. Тут все-таки статистика показывает, что часто очень люди бросают. Вот. Ну, тоже не беда. На самом деле, мне кажется, что, в общем, эти две вещи, они как бы друг друга дополняют. Потому что я знаю даже вот студенты, которые сейчас учатся на программе, а кому-то, например, стала интересна какая-то тема, и они понимают, что, ну, естественно, мы не можем дать все. И поэтому они еще дополнительно берут какие-то курсы. И мне кажется, что чуть ли не все сейчас проходят какие-то курсы дополнительно. Это совершенно ничего не делает, естественно, хуже. Это отлично, здорово. Это дополнительная строчка, опять же, в резюме. Вот. Так что, мне кажется, это дополняет только. Ну, в общем, вот эти два года в магистратуре, это как хребет, на который можно наращивать еще всякие вещи. И, конечно, ну, действительно, то есть тут, опять же, мир очень быстро меняется. Даже если образовательная сфера вообще в целом, да, она такая, в общем, неповоротливая. Мы не можем очень быстро что-то изменить. Тем более, что мы, например, реализуем программу в государственном университете. Вот. Поэтому, ну, мы, конечно, что-то стараемся делать, поэтому мы подключаем постоянно, опять же, компании к работе, к конкретным курсам. Приглашаем, например, гостевых лекторов. То есть практически на каждый курс мы приглашаем гостевых лекторов, чтобы ребята, во-первых, имели возможность видеть вообще представителей компании, имели возможность с ними познакомиться. Ну, и, собственно, понимали вообще, что меняется. Вот. Ну, чтобы у нас, на самом деле, материал, который мы подаем, он был актуальным, интересным. У вас в программе много менеджерских дисциплин. Но при этом выпускник ведь не сразу станет менеджером. Нужно будет еще 3-5, а может быть, даже больше в некоторых случаях лет поработать сначала аналитиком, исполнителем, и потом ему уже доверят менеджерские какие-то задачи. Вот к этому как готовят программы? К аналитической исполнительской работе. Исполнительская, аналитическая, которую они будут делать в начале, вы имеете в виду? Да, то есть, когда не менеджер других, а самому нужно гетстинг сдать. Ну, собственно говоря... Засыщить рукава, там пойти... Нет, естественно, ну вот, по крайней мере, те студенты, которые учатся на моей программе, на той программе, которой я руковожу, они непосредственно занимаются аналитикой, да, то есть они как раз... Ну, сейчас, например, мы делаем проект, и, конечно, они делают аналитическую работу самостоятельно, и, в общем-то, получают от этого удовольствие, мне кажется. И пока им это нравится, потому что, на самом деле, для них это тоже, в общем, что-то новое, интересное. В общем, задачи... Наверное, мы их настраиваем на то, что любая задача, в общем, она достаточно интересна, но действительно мы стараемся их настраивать и на то, что нужно быть достаточно амбициозным и много работать для того, чтобы быстро расти в компании тоже, да. То есть, на самом деле, нету такого, наверное, ни в одной компании, да, какого-то строгого ограничения, так, значит, ты должен отработать, вот как вы сказали, там, 3-5 лет. То есть, если человек себя проявляет, у него, наверное, есть возможности. То есть, понятно, что от компании к компании все зависит от студента, в общем. Поэтому наши студенты, в принципе, не только, да, на этой программе вообще в высшей школе менеджмента, они привыкают к тому, что нужно, на самом деле, очень много работать, у них постоянно много дедлайнов, они все заинтересованы в том, чтобы участвовать в разных конкурсах, поэтому, ну, я думаю, что нет проблем с этим. Вы обучаете не столько технарей, сколько мост между технарями и бизнесом. Вот может ли этим мостом стать человек с экономическим бэкграундом, например, выпускник бакалавриата по экономике, а не какой-нибудь технарь, мисс Мехмат? Ну, на самом деле, я считаю, что конечно, потому что, на самом деле, как вы правильно сказали, что, в общем, я могу пойти, да и пройти какие-нибудь онлайн-курсы или, возможно, я пришла, мы же сейчас говорим о программе магистратуры и на самом деле, например, половина студентов, которые учатся сейчас на программе, это студенты, которые не сразу же пришли в магистратуру. То есть, возможно, человек уже поработал, то есть у него сверх еще формально образование, у него есть уже опыт работы или, например, какие-то курсы. То есть, тут важно все-таки понимать, что мы хотим на входе иметь абитуриентов, которые обладают определенным уровнем знаний и, на самом деле, готовностью какие-то определенные задачи решать. Но, как я сказала, что в программе действительно, во-первых, есть, конечно же, менеджерские курсы, но есть курсы, например, статистического анализа в питоне или машинного обучения, которые, вообще говоря, требуют знаний математики, по крайней мере, знаний статистики, в принципе, не боязни писать код. И если у человека есть вот эти вот вещи, то, в общем, он совершенно спокойно может это освоить. То есть, наверное, технический бэкграунд, он ему просто облегчит ему обучение на программе и позволит ему сфокусироваться на том, что ему действительно интересно. Плюс, если у человека есть изначально технический бэкграунд, мне кажется, это тоже станет его конкурентным преимуществом просто на работу. Потому что, конечно, работодатель подумает, что это действительно, наверное, так, что тут получится как раз у человека и будет базово уже две специальности. То есть на технический базу будет наложено как раз знание какие-то аналитики плюс бизнеса. Мне кажется, что это, в общем, будет такая выигрышная комбинация. Но она абсолютно необязательна, потому что может быть прекрасный выпускник экономического факультета, талантливый, мотивированный, главное, который на самом деле готов изучать что-то новое. Если требуется, погрузиться просто чуть больше, взять какие-то дополнительные курсы. Вот и все. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы поступить к вам, не нужно знать Линал или Матан на уровне второго курса Мехмата, там, третьего курса. Ну, если что, нужно быть готовым его повторить. Или выучить с нуля. Или выучить с нуля. Ну да, но на самом деле, на самом деле все-таки нет, какие-то знания, вообще говоря, нужны, потому что, ну вот, чтобы просто не возникло трудностей, да, вот с теми базовыми курсами, которые уже на первом курсе. Да, будет обидно, в общем, уже на первом курсе начать плавать. Вот. И поэтому на вступительных экзаменах мы пытаемся это тоже проверять. Вот. Я могу рассказать, соответственно, какие... Да, расскажите, пожалуйста, про вступительные экзамены и еще как людям подготовиться. Допустим, приходит потенциальный, замотивированный выпускник, выпускница эконом-фака, и вот что им сделать, чтобы все-таки заботать этот несчастный Линал? Ну, на самом деле, я хочу отметить, что, в общем, на многие программы магистратуры сейчас конкурс-портфолио. То есть, фактически, вот как раз-таки, вы что-то уже сделали в своей жизни, и это служит вам пропуском на ту или иную программу магистратуры. Мы все-таки считаем, что для нас важно провести некие вступительные испытания, и для нас, нам недостаточно портфолио. Соответственно, какие вступительные испытания у нас есть? Первое – это GMAT или экзамен по модели GMAT. Что я имею в виду здесь? Студент, ну, точнее, абитуриент, он может сдать самостоятельно GMAT в те даты, когда это возможно. Соответственно, как подготовиться к GMAT, это известно. Да, и мы 100-500 видео про это снимали. Да, да, да. Кому интересно, посмотрите. Ну, а какой балл нужно получить? Да, ну, по-моему, мне кажется, что в средней там 620, но так или иначе, это уже некая планка, да, потому что человек должен понимать, что ему нужно сдать английский, и, соответственно, некий уровень. Да. Ну, как бы, это не совсем английский, но экзамен на английском языке, поэтому... Вот с английским там действительно сложности есть, а вот математика там очень проста, и там, ну, нисколько не линал, не статистик. Абсолютно верно, да. Это не всё, да. Но на самом деле этот экзамен, так вот, соответственно, абитуриент может сдать экзамен в доступные даты там, в течение года, да, иметь уже эти баллы, или пересдать, если у него такая возможность есть, и необходимость. Соответственно, всё это он может сделать. Но, кроме этого, мы в школе предлагаем абитуриентам пройти экзамен по модели джимата. То есть, если, например, человек не устраивает тот балл, который он получил, или он просто его не сдал, ну, то есть, не знаю, потому что, например, у него денег не было, потому что... Ну, то есть мы предлагаем абитуриентам пройти бесплатный вариант этого экзамена в стенах школы, и там есть две части, это, соответственно, вербальная и количественная. Но, в принципе, задание, уровень задания, он примерно такой, может быть, чуть отличается. Вот. И те баллы, которые студенты, абитуриенты, опять же, прошу прощения, приносят, да, со своими, например, уже с данными сертификатами, они пересчитываются по шкале. Она заранее тоже известна. То есть абитуриент, он уже знает, какой у него уровень. Вот. Это что касается вот этого экзамена. Теперь есть второй экзамен. Он называется у нас «Деловые коммуникации на английском языке». Такое общее название. Но на самом деле он включает в себя две части, которые равны, равнозначны. Первая часть – это эссе. И на самом деле в этом году мы немножко его поменяли, как раз потому, что мы хотим понять, какой уровень у человека знаний. И мы ввели там вопросы, в том числе и по математике, и, например, базово, по базам данных. Но опять же, это заставит абитуриентов несколько подготовиться к вступительным экзаменам и понять, на самом деле, что вот этот уровень – это нечто базовое, то, что мы хотим на входе иметь. Вот. То есть, скорее, тут речь об этом. Программа экзамена, она совершенно доступна, естественно. То есть можно со всеми этими вопросами ознакомиться, есть ссылки на литературу, где можно тоже почитать, подготовиться, если не было этих тем. То есть подготовительных курсов как таковых у нас нету, например, подготовки к этим экзаменам. Но, соответственно, есть все доступные материалы, по которым абитуриент может подготовиться. Вторая часть этого экзамена – это устное собеседование. Оно проходит на английском языке, и каждый абитуриент должен пройти собеседование с представителем академии, то есть с преподавателем, который работает в высшей школе менеджмента, и, соответственно, с представителем компании, корпоративного партнера вуза. То есть, таким образом, пара, сформировавшаяся, понимает, что этот абитуриент, он подходит, он будет способен отучиться, а потенциальный работодатель оценивает, по сути, насколько он будет заинтересован в том, чтобы принять такого человека на работу. Ну и это обычно приходят тоже наши давние друзья, скажем так, они хорошо знают уровень наших студентов и понимают, на самом деле тоже, подойдут, не подойдут клиенты. И на собеседование, ну это, в принципе, обычное собеседование, то есть показать мотивацию к обучению какие-то свои способности, свои лидерские качества и так далее. Но это больше все-таки мотивация или там нужно будет решать какие-нибудь задачи еще и математические? Нет, но на устном собеседовании это просто разговор, и здесь мы просто понимаем, что человек справится, он готов, опять же, к дедлайнам, к проектам и прочее, он понимает, зачем ему это надо, то есть все-таки магистратура это уже осознанное решение, которое абитуриент должен принимать, зачем ему это нужно. Это дополнительное, скажем так, уже все-таки обучение, поэтому нужно точно понимать, почему ты идешь на высшую школу менеджмента, чем тебе именно это место привлекло, а не что-нибудь другое. Почему ты вообще идешь в университет, почему ты выбрал именно эту программу, потому что у нас несколько программ, соответственно, тоже нужно это обосновать. Хотя у абитуриентов у них есть возможность на самом деле на несколько программ сразу же подавать, с какими-то приоритетами, то есть они могут указать, какие приоритеты у них. А письменный экзамен это какой-то эссей или там еще задачи нужно решить? Нет, да, извините, пожалуйста, что я это пропустила. Да, задачи там не нужно будет решать, но там будет некая тема, где абитуриент должен будет показать, что он знаком, например, с методами, он знает, какие методы есть, он знает, когда они применяются. Ну, то есть, ну, если вы не знаете, вообще не адрентируетесь, да, вы не назовете это. Ну, то есть, грубо говоря, там никакие утверждения доказывать не придется, теоремы не придется доказывать, там тоже считать какое-нибудь случайное блуждание пьяницы тоже не потребуется. Ну, мы сейчас на самом деле тоже, да, мы понимаем, что нам хочется на самом деле проверить именно вот эти вот знания, да, математические в том числе, но мы и так несколько отличаемся от других программ магистратуры, по крайней мере, в университете, потому что у нас есть вообще экзамены, вот, и поэтому мы пытаемся вот в рамках того, что у нас есть, тоже попробовать немножко модифицировать. То есть, например, раньше мы в СССР включали вопрос, ну, тоже там были темы определенные, связанные с менеджментом, ну, или вообще с какими-то, ну, просто какая-то тема, которую абитуриент должен был высказаться, ну, некое аналитическое рассуждение на тему написать. То есть, мы оценивали больше все-таки аналитические способности, да, вот, и знания этой темы. Сейчас мы хотим немножко попробовать включить туда и знания материала, поэтому вот попробовали это так сделать. Ну, это тоже будет такой, можно сказать, эксперимент, вот, может быть, через какое-то время мы введем дополнительный экзамен по математике. Вот, но для нас важно тоже GMAT, чтобы он был, потому что мы, у нас есть большое количество, в общем, и академических партнеров, да, это бизнес-школы мира, в которые в основном для того, чтобы поступить, нужно сдать GMAT, и, соответственно, мы хотим быть сравнимы, что ли, с этими школами, в том числе, да, то есть определенная тоже какая-то планка, вот. Ну, это понятный экзамен. Вот посмотрите, сейчас в data science, это вообще даже, мне кажется, в менеджменте очень сильно ценят технические навыки, технари, технари, все должны технарями учить математику. И, допустим, как вот в такой ситуации с технарями конкурировать человеку, который является мостом между технарями и бизнесом? Не будет ли какое-то предвзятого отношения, что, ну, ты не копался в этой всей жесткой математике, ты там пока не разбираешься, и там подобное, ты просто там, бизнес просто там в галстуки поболтать пришел? Ну, вот мне кажется, как раз ребята, которые будут заканчивать эту программу, они как раз таковыми не будут являться, да, то есть они все-таки как раз, идея в том, что они будут разговаривать с этими ребятами, с технарями на одном языке. Это, на самом деле, очень важно, конечно. Если мы говорим о каком-нибудь проекте Data Science, да, то руководитель проекта, он должен четко понимать, сколько времени, да, может занять та или иная задача. Или если ему разработчик говорит, что, извини, и не получилось, он тоже должен понять, почему, и, в общем, нормально тоже к этому относиться. Вот, поэтому мне кажется, что как раз у них вот этой проблемы не должно возникнуть. Вот. И, в общем, они не конкурируют как раз. Но если сам выпускник, он на самом деле почувствует силы в себе, скажем так, да, усилить, наоборот, свои знания технически после этой программы или во время этой программы, то он совершенно спокойно это тоже может сделать, просто пойти взять, например, дополнительные курсы, я не знаю, школу анализа данных или там еще что-нибудь. И еще два года там поучить. Ну, например, нет. На самом деле, вот я знаю, что кто-то из ребят проходит сейчас курсы. Вот. Ну, почему нет? И тогда, на самом деле, у такого выпускника у него будет больше возможностей. Он может пойти больше в техническую часть, он может пойти все-таки... Ну, то есть, жизнь меняется, поэтому никогда не знаю, что может понадобиться. Вот. Поэтому. У вас на программе, насколько я помню, 10 бесплатных мест и 15 платных. Ну, да. Как отбираются люди на бесплатные места? Как туда попасть? Да. Ну, вообще, на самом деле, это была большая удача, потому что, вот, как я сказала, что мы, в общем, задумались два года назад, ну, примерно, да, два с половиной, может быть, года назад, о том, что пора открыть программу. И, на самом деле, традиционно открытие программы занимает два года. То есть, мы, на самом деле, очень быстро это сделали. То есть, мы меньше, чем за год. Ну, может быть, сейчас просто в сроках немного путаюсь, но, так или иначе, меньше года или год нам потребовалось на то, чтобы ее открыть. Более того, нам даже выделили бюджетные места. То есть, это прям большая удача. Вот. И, в принципе, то есть, иметь бюджетные места, это здорово. Тем более, что обучение у нас не такое дешевое. То есть, нам больше 400 тысяч в год. Как попасть на бюджетные места? Собственно, точно так же, как и на платные. Абитуриенты сдают экзамены. То есть, джемат раньше или джемат во время экзаменов. И деловые коммуникации для всех обязательны. Соответственно, дальше суммируются баллы. И все абитуриенты, которые подавались на конкретную программу, они просто выстраиваются по рейтингу. И дальше у них есть некоторое время, не очень большое, когда абитуриенты принимают решение. Он видит свою позицию в рейтинге, принимает решение, он подает на эту позицию или нет. Ну, то есть, предположим, если вы вошли уже в топ-10, вы понимаете, что вы хотите на эту программу, вы приносите документы, отказываетесь от всех других возможностей, и, соответственно, рейтинг меняется, ну и так далее. То есть, я думаю, что это понятно. Соответственно, таким образом набираются топ-10, они попадают на бюджетные места, все остальные могут претендовать на договорные места. То есть, следующие 15 человек. То есть, по сути, чтобы поступить на бюджетное место, нужно сдать хорошо джимат, типа, там, не знаю, 750, и хорошо написать эссе. Ну и потом прийти на собеседование. Это тоже как бы часть вот этих деловых коммуникаций. Мотивацию не провалить, потому что это, на самом деле, тоже легко использовать. Ну, это, да, собеседование, это и есть вот мотивация, да, на самом деле, там разные критерии, они тоже прописаны в программе, сейчас не думаю, что имеет смысл, да, можно все это посмотреть. Вот. Но, в принципе, основное – это показать, это, в общем, обычное собеседование. Вот если вы проходили собеседование в любую другую компанию, то будет примерно то же самое, да. Вот. на самом деле кто-то даже из наших нынешних студентов, кстати, вот еще тот же момент, как подготовиться, да, у нас действительно нет подготовительных курсов, да, как к джимату подготовиться, есть достаточное количество ресурсов. Опять же, смотрите другие выпуски, вот. Но у нас проводится, как и в любом месте, день открытых дверей. И вот в прошлом году мы в рамках Дни открытых дверей проводили такие тестовые собеседования. Ну, то, что, на самом деле, для многих это, может быть, вообще впервые будет, да, или вообще это стресс. Ну, то есть, все равно у нас есть определенные требования, как это будет проходить. И, соответственно, на самом деле в этих собеседованиях участвовали либо наши выпускники, кто-то, кто согласился, да, прийти, либо, на самом деле, текущие студенты. Они тоже это все проходили и знают определенный уровень. И можно прийти и попробовать себя, на самом деле, вот на таких тестовых собеседованиях. Какие есть дедлайны, которые надо людям знать, которые нужно подготовиться, подать документы, чтобы ничего не упустить? Ну, там срок достаточно простой, его легко запомнить. С 1 июля по 20 июля это дата, когда можно подать документы, а после 20 июля там уже будут экзамены. Расскажите, пожалуйста, о компаниях-партнерах программы и как они помогают. Насколько легко устроиться к ним на стажировку, например, или еще какие-то возможности сотрудничества с ними? Есть у школы достаточно большой список, скажем, корпоративных партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Это более 200 компаний российских и зарубежных. Некоторые из них проявили особую заинтересованность, например, в программе «Бизнес-аналитика. Большие данные». И мы сформировали совет образовательной программы. Задачи совета – это скорее все-таки консультационный некий орган, то есть они помогают нам понять, в правильном ли направлении мы двигаемся, что требуется рынку, но и на самом деле участие фактическое. То есть, на самом деле, в первую очередь, если мне потребуется привлечь компанию для стажировок или для каких-то проектов, я предложу компаниям, членам совета поучаствовать в таких мероприятиях. Ну, плюс, на самом деле, у нас есть в школе центр карьер, который помогает студентам со стажировками и, в принципе, с трудоустройством в целом. То есть, два раза в неделю они получают, например, рассылку на корпоративную почту или других каналах с вакансиями, с предложениями о стажировках, о стажировках. И вот, например, даже 1 сентября мы проводили день первокурсника, где коллеги из центра карьер прям прописали таймлайн, что нужно не забыть, в чем поучаствовать, ну, чтобы ребята как бы немножко сориентировались, потому что, ну, кто вообще пришел первый раз, не привыкли еще, что есть всякие конкурсы, что нужно в этом вообще участвовать, да, в каких-то таких чемпионатах. Вот. Все это, на самом деле, помогает центр карьер. Ну, это одна история, на самом деле, у нас есть еще несколько активностей, вот таких общих для всех студентов, это, например, неделя карьеры, Management Career Week, который проходит два раза в год, соответственно, там приходят компании, это какие-то и обсуждения, лекции, и плюс, естественно, что-то типа ярмарки вакансий, когда компании просто стоят со стендами и рассказывают о себе. Кроме этого, некоторые компании, например, предлагают кейс-чемпионаты, проводят кейс-чемпионаты в рамках этой недели, и победители, например, могут, там, получается, что у них фаст-трек по устройству на работу в ту компанию, которая организовывает кейс-чемпионат, ну, что может быть тоже привлекательно и интересно. Это одна история. Дальше у нас ежегодно проводится конференция, которая называется «Менеджмент будущего», и это конференция, которую на самом деле организовывают студенты полностью, и идея ее, мне кажется, очень классная. Это конференция, которая объединяет лучших 100 студентов со всей России. Они проходят подбор, там несколько ступеней отбора, я сейчас не буду, может быть, врать, но там есть несколько ступеней, это анкетирование, плюс еще там какие-то решения кейсов, и они попадают на эту конференцию. На конференции есть компании, которые, соответственно, тоже выступают с лекциями, они дают свои кейсы студентам для решения, ну, и, соответственно, это некая площадка, где компании, опять же, лидеры в отрасли, да, смогут получить доступ к лучшим студентам, а студенты, соответственно, к компании. И что важно, что студенты, на самом деле, кто организовывает эту конференцию, они собирают деньги и помогают тем студентам, которые приезжают из других городов, приехать, собственно, они плачивают им проживание и приезд. Мне кажется, это очень здорово. Вот. Это вот одна история, соответственно, это для старшекурсников бакалавриат и для студентов магистратуры вот такое мероприятие. Ну, еще у нас есть такая тоже активность, которая тоже помогает на самом деле тоже с компаниями, да, ну, точнее, это с выпускниками, но и с компаниями, они, естественно, в каких-то компаниях работают. Это такая инициатива TalentUp, это программа менторства, соответственно, наши выпускники помогают текущим студентам сориентироваться на рынке, помогают им понять, что и чем заниматься, как-то скорректируют их поведение, выборы и так далее. Вот. Ну, я думаю, что, в общем, достаточно много разных активностей. Ну, помимо того, что компании приходят, как я уже сказала, да, с гостевыми лекциями практически на каждые разные курсы, предлагают свои проекты, в общем, у нас много всего, стажировки. Ну, в принципе, не бывает каких-то проблем с этим, то есть, в принципе, мне кажется, что наши выпускники, они, в общем, себя зарекомендовали как замотивированные, заинтересованные и активные сотрудники, определенные. Вот по поводу стажировок. Насколько я понимаю, на программе вместо академического исследования какого-то в качестве диплома используется практика, практическая работа в какой-нибудь компании. Вот как эта работа организована? Ну, нет, это не то, что практическая работа, то есть, это некая задача, которую компания даст студентам. Кроме этого, у них действительно есть стажировка, то есть, вот это вот уже физическое присутствие в компании, которая обязательно, у нас есть полтора месяца обязательной стажировки, но часто, на самом деле, студенты продлевают свою стажировку, и если все хорошо у них, они, в общем, продолжают сотрудничество с компанией. Ну, опять же, тут центра карьеры обычно это все организовывают, то есть, ближе к времени, к лету, когда эта стажировка проводится, сотрудники центра карьеры обращаются в компании, спрашивают, есть ли возможность, соответственно, провести стажировку, дальше предлагается пул возможностей для студентов, они выбирают, и, собственно, заключается договор, ну, то есть, вот такая вот схема, это, на самом деле, проходит, не знаю, ежегодно уже много-много лет, поэтому это все, в общем, достаточно налажено. Спасибо, Маргарита, рада с вами поговорить. Я тоже была рада очень. Спасибо большое. Все, снято. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова